Доброе утро! Приветствую всех любителей роз и зеленых растений. Начало августа, а это тот период, когда выходит из потайных уголков вашего сада такое опаснейшее заболевание роз, как ржавчина. Вот о нем мы сегодня с вами и поговорим. Ржавчина на розах страшный сон любого розовода, так как полностью избавиться от этого заболевания, если оно появилось у вас на розах, практически невозможно. Распознать ржавчину не составит труда даже для новичка. Если вы увидели на листьях розы ярко-желтые порошковые пятнышки, то будьте уверены, к вам пожаловала ржавчина. Если болезнь не лечить, то в конечном итоге она приведет к гибели многих молодых растений и заразит весь розарий. Поэтому обнаружить ее желательно на самой начальной стадии. Ржавчина роз вызывается несколькими видами грибов из рода фрагмидиум. Весь список этих грибов вы можете увидеть на экране. Часто пугают, что заражению роз способствует их соседство с можжевельниками или барбарисами, другими растениями. Но на самом деле цикл развития ржавчины роз полностью проходит исключительно на розах или шиповнике. Так что это однохозяйственный гриб. И бояться, что розы заразятся ржавчиной от других видов растений не нужно. Занести эту опасную болезнь в сад можно разными способами. Обычно ржавчина попадает в сад с новым посадочным материалом, либо с растущих неподалеку запущенных кустов шиповника. Или, как было у меня, от незадачливых соседей, посадивших розы и не ухаживающих за ними. Легкие споры грибов разносятся ветром или насекомыми, так что даже не имея рядом источников заражения ржавчиной, вы можете получить это заболевание на своих розах. Чтобы разобраться со способами борьбы с этим заболеванием, надо знать этапы развития ржавчиного гриба. Эциальная стадия это первая весенняя стадия развития грибов порядка ржавчины. Зимующая грибница паразитов находится в тканях пораженных растений и весной образует на нижней стороне листьев выступающие округлые подушечки оранжевого цвета, состоящие из эциоспор. При распыливании эциоспоры попадают на новые растения и образуют на них грибницу. Урединиоспоры это летние споры грибов порядка ржавчины. По внешнему виду они похожи на эциоспоры, тоже оранжевого цвета, но сидящие на ножках. Развитие урединиоспор наблюдается в июле с нижней стороны листьев. При этом растение выглядит как покрытое ржаво-бурой пылью. Урединиоспоры развиваются, отрываются от ножек, рассеются в воздухе и могут заражать все новые и новые растения. Через три недели начинают появляться темные телеито-пустулы гриба. Их небольшие округлые пятна образуют темный налет на нижней стороне листьев. Это сигнализирует о начале третьей стадии развития ржавчиного гриба зимней, так как зимует гриб в стадии телеоспор на листьях роз, а весной все эти стадии начинаются вновь. Понимая стадии развития гриба, можно выработать стратегию борьбы с ними. Наша задача не дать грибнице прорасти весной и не допустить образование телеито-пустул в конце лета, чтобы грибница не смогла перезимовать. В интернете можно найти много рекомендаций по лечению ржавчины, но из личного опыта могу сказать, что 99 процентов советов абсолютно не работает. Большинство рекомендуемых препаратов могут использоваться только для профилактики, но никак не для лечения ржавчины. Это также относится к широко распространяемым так называемым народным средствам. Об этом я могу говорить не понаслышке, так как 4 года назад у меня в саду была сильнейшая вспышка ржавчины и вот уже три сезона мой сад здоров, хотя каждое лето я нахожу хотя бы несколько пятнышек ржавчины на листьях роз, которые не дают мне расслабиться и говорят о том, что споры ржавчиного гриба все еще живут у меня в саду. Схему профилактики и борьбы со ржавчиной мне помогли разработать лучшие розоводы нашей страны и я четко вот уже три года следую их рекомендациям. И вот сегодня для розоводов, которые также как и я столкнулись с этим опасным заболеванием, я хочу поделиться этой схемой обработок сада для лечения и для профилактики, которая позволяет мне иметь здоровый сад вот уже в течение трех лет, хотя ржавчиный гриб есть у меня в саду. Начинать профилактику ржавчины надо сразу после открытия роз. В этот период надо обязательно обработать весь розарий медь содержащими препаратами с захватом почвы под розами. Это может быть такие препараты как хом, оксихом, ордан, абегопик. Второй этап борьбы с ржавчиной приходится на начало мая. Это период развития так называемых эциоспор. В этот период надо обработать розы препаратом строби в двойной концентрации, что приводит к разрушению уже начавших формироваться грибниц. Этап третий направлен на то, чтобы не дать грибнице распространиться по саду. Для этого в течение всего сезона, начиная с середины мая, я ежемесячно провожу обработку сада фальконом концентрацией 10 мл на 10 литров. Самый трудный этап борьбы за ржавчиной приходится на осень. Это обязательное удаление всей, подчеркиваю, всей листвы из сада. И обработка в зиму медь содержащими препаратами, такими как бордоская смесь, хом, оксихом, ордан или обигопик. Почему удаление листвы обязательная процедура? Именно на ней зимуют так называемые телейтоспоры. И следовательно, оставив розы зимовать с листьями, вы можете не заметить их наличие. И оставите это опасное заболевание зимовать у вас в розарии. Но как быть, если все-таки ржавчина у вас в саду появилась? Важно понимать, что скорость ее распространения огромна. И если вы не поторопитесь, то рискуете заразить весь розарий. Первое, что надо сделать, это удалить и сжечь все больные листья, даже с небольшими признаками заболевания. Придется делать ежедневный обход и удаление пораженных листьев. Эти листья ни в коем случае нельзя выбрасывать в компост. Ис надо сжигать. Второй момент – это обязательные обработки фунгицидами. Не менее пяти обработок с интервалом в неделю. Какие бы вы ни находили рекомендации в литературе по лечению ржавчины фунгицидами, такими как топаз, хом, оксихом, агбегопик – это неправда. Эти препараты можно использовать исключительно только в качестве профилактики этого заболевания. Реально лечат ржавчину только два препарата – фалькон и импакт-эксклюзив. Последним лично я не пользовалась, но многие уважаемые мной розоводы его очень хвалят. Лично я удалила ржавчину из сада фальконом. Начинала с дозировки 15 мл на 10 литров, но пятна ржавчины продолжали появляться. Тогда я увеличила концентрацию до 20 мл на 10 литров. Могу сказать, что старые листья вполне выдерживают такую дозировку, но новые листья вы можете сжечь. Но тут уже как бы из двух зол приходится выбирать меньшее. Список препаратов для профилактики и лечения ржавчины я напишу на экране. А также напомню, что все эти препараты вы можете купить с 10% скидкой в магазине Агрополка по моему промокоду Розовый Сад. Кроме этого, на 10 дней магазин Агрополка делает рекордную 20% скидку на такой незамедимый препарат для борьбы с ржавчиной, как фалькон. Какие факторы способствуют появлению ржавчины на розах? Важно понимать, что наличие органики любят не только розы, но и ржавчины и грибы. Поэтому главное не переусердствовать с органикой. Я ее ношу не чаще раза в 2-3 года. А если вы вносите много органики и тем более вносите ее ежегодно, будьте внимательны, практически это гарантирует появление ржавчины у вас в саду. Развитие ржавчины также способствует несбалансированное питание роз, когда большое количество азота дается розе в ущерб фосфору, калию и микроэлементов. Сорта роз по-разному восприимчивы к этому заболеванию. Например, у меня абсолютно здоровая Голден Бардер сидела в окружении больных роз Априколы и Сезара. Некоторые сорта очень восприимчивы к ржавчине. И если уж заболели, то излечить их практически невозможно. Больше всего мне было жалко 3 куста Фишермен Фрэнс. Пришлось их удалить полностью из сада, так как никакие обработки не могли избавить эту розу от заболевания ржавчиной. Ржавчина это заболевание, которое легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика наше все. Но если ваша роза уже заболела ржавчиной, то никакие травяные настои и другие народные средства уже не помогут. С заболеванием нужно бороться с помощью специальных средств защиты фунгицидов. И только некоторые фунгициды позволяют искоренить это заболевание из вашего сада. Да простят меня поборники биологических средств защиты, но они в данной ситуации абсолютно бесполезны. А если растение заболело так, что вы не знаете, что уже с ним сделать, легче его выкопать и сжечь. В период борьбы со ржавчиной в моем саду я удалила 12 роз, зато спасла 250. Хочу пожелать здоровья вам и вашему саду. И пусть с таким страшным заболеванием роз, как ржавчина, вы встретитесь только на фотографиях и при просмотре видео. А если эта болезнь появилась у вас в саду, надеюсь, что моя информация поможет вам, как и мне, справиться с этой опасной болезнью.